Привет дорогие друзья, перед вами очередная Wi-Fi IP камера с оригинальным таким названием Marviotech, запакована в добротную фирменную коробку, при открытии которой сразу же наблюдаем довольно немаленькую инструкцию на английском языке и с подробными картинками, так что разобраться с настройкой камеры мне не составило труда. Под самой камерой на дне коробки лежат необходимые для нее комплектующие, это блок питания на 5 вольт 1,5 ампера, провод USB-micro-USB длиной 1 метр, саморезы с дюбель пробками, ключик для сброса настроек камеры, а также винтовое крепление позволяющее располагать камеру к стене или потолку. Само по себе устройство довольно компактное, а значит удобнее располагать в маленьких помещениях. Камера имеет поворотный механизм, позволяющий поворачивать ее на 355 градусов по горизонтали и на 90 градусов по вертикали. Она имеет объектив 3,6 мм с углом обзора 85 градусов, под ним же прячется 2-мегапиксельная матрица. Вокруг объектива под черной окружностью скрывается 6 инфракрасных диодов, которые позволяют камере довольно хорошо снимать в темноте. Над объективом размещается инфракрасный датчик. Чуть ниже можем увидеть отверстие для микрофона. На верхней части изголовья есть потайная кнопка сброса настроек камеры и разъем под флеш-накопитель microSD, допускающий установку флешки до 64 гигабайт. С тыльной стороны изголовья под перфорацией расположен динамик. Под антенной разъем microUSB для питания камеры. На дне видим 3 прорезинные ножки и винтовое крепление. А теперь давайте перейдем к подключению камеры. Прежде чем подключить устройство, требуется сбросить все настройки при помощи специального ключика, зажав кнопку буквально на 3-4 секунды, пока камера не произнесет слова на английском. Еще требуется подключить телефон к сети Wi-Fi 2.4 ГГц, так как камера с 5 ГГц не дружит. Это нужно сделать только при подключении, потом телефон можете подключить обратно на 5 ГГц. А также активируйте геоданные, ну или по-другому местоположение. Для использования камеры потребуется скачать приложение YCC365, он есть в Play Marketing. Зайдя в приложение, необходимо зарегистрироваться. Уже после регистрации появится вот такая вот менюшка. Для добавления камеры нужно нажать плюсик, чуть ниже середины экрана, либо в правом верхнем углу. Далее выбираем интеллектуальная видеокамера. Здесь предлагается 3 варианта подключения на выбор. Самое нижнее менюшка подключения по проводу нам не потребуется, так как у нас нет разъема для провода. Среднее менюшка позволяет привязаться к камере по ее собственной Wi-Fi сети. То есть такая функция нужна будет в том случае, если нет интернета. Но мы выбираем самую верхнюю подключение по Wi-Fi сети. Жмем внизу следующий шаг. Вводим пароль Wi-Fi и двигаемся дальше. Приложение выдает QR-код, при помощи которого мы камеру и активируем. Для этого необходимо поднести экран телефона к объективу камеры и перемещать телефон ближе или дальше от объектива, пока она не издаст сигнал. После этого начинается привязка к камере. Если все прошло успешно, то программа предлагает обозвать эту камеру. Можете выбрать из предложенного, либо ввести какое-то свое название. Теперь камера добавлена в программу и можно работать с ней. Нажимаем на превью устройства и перед нами появляется основное меню, где мы видим, что снимает камера в реальном времени. Управление ею удобное, никаких проблем не вызывает. Всегда в любой момент мы можем навести камеру на нужный нам объект. Кстати, она имеет автоматическое интеллектуальное наблюдение за объектом. То есть при попадании какого-то движущего объекта в кадр, камера будет стараться не выпускать этот объект из кадра и все время следовать за ним. Также устройство может записывать видео в облако. Правда такая опция платная. Либо все это можно записывать на карту памяти microSD. Для просмотра записанных видео файлов жмем на вот эту вот кнопку. Перемещая дорожку выбираем необходимое для нас время записи. Соседняя кнопка в виде фотоаппарата, ею мы делаем скриншот. Сделанный кадр сохраняется на память телефона. А кнопка правее, как вы все уже догадались, делает изображение во весь экран. IP-камере можно задать точки интереса. То есть я могу задать определенные объекты, на которые она будет наводиться одним касанием. Каким образом это делается, сейчас покажу. Выбираем нужный кадр, нажимаем на значок прицела в правом верхнем углу на белом фоне. Жмем добавить и присваиваем ему имя. Теперь возвращаемся обратно, выбираем другой необходимый кадр и повторяем такую же процедуру. Можно добавить еще кучу положений, но я ограничусь двумя. Теперь нажимая на нужную нам картинку сохраненного объекта, камера наведется на него автоматически. Поговорим немного о значках, находящихся в нижней части экрана. В левом нижнем углу облачное событие. Они позволяют посмотреть то, что сохранилось в облаке. Опять же, если эта опция у вас включена. Четкость это качество передачи изображения. Если интернет слабоват, переключаемся на SD. При хорошем интернете оставляем HD. Зажав кнопку микрофона, мы можем что-то сказать телефон. А камера в этот момент передаст это через динамик, находящийся на самой камере. Раз, два, три. Звук позволит нам услышать, что говорят те, кто ходит рядом с самой камерой. Раз, два, три, четыре, пять. Видеозапись позволит сохранить необходимый участок видео на память самого телефона. Соседний же значок, я не знаю точно, что он обозначает, так как облако у меня не подключено. Скорее всего, позволяет сохранять определенный кусок видео не на память телефона, а именно в облако. Теперь перейдем в основные настройки устройства. Это значок в самом верхнем правом углу. В этой вкладке можем присвоить другое имя данному устройству. Далее поменять часовый пояс. Поставить тот, который относится именно к вам. Включить-выключить устройство. Здесь можно установить время, в какой камере не должна работать, если это вам необходимо. Включить или выключить микрофон на самом устройстве. Если вдруг в кадре появился злоумышленник, то при включении следующей вкладки динамик камеры включает звуковую сигнализацию, для того, чтобы вспугнуть этого злоумышленника. Если ночное видение не нужно, то можно его отключить. Либо поставить, чтобы оно включалось автоматически, либо включить его принудительно. Повернуть на 180 градусов потребуется, когда камера перевернута. Включение и отключение интеллектуального снижения. Про это я вам уже объяснял. Здесь будут все необходимые данные о камере. Также можно поделиться видеонаблюдением со своими друзьями или родственниками. Далее галочки выставляются, если вы хотите, чтобы камера вам оповещала на телефон обо всем, что она услышала или увидела. Это чувствительность перемещения. Также можно указать зону датчика движения вручную, чтобы он не срабатывал в ненужной области экрана. В памяти устройства можем управлять облачной памятью, если она есть, а также картой памяти. Теперь выставляем, откуда будем воспроизводить записанное видео. С флешки или с облака. Сеть Wi-Fi здесь, я думаю, и так все понятно. Это настройка подключения к сети. А также внизу перезагрузить устройство, либо удалить камеру из приложения. Теперь об использовании камеры через ноутбук или компьютер. Для этого нам понадобится перейти на сайт ucloudcom.com. Здесь вводим свою электронную почту, пароль и проверочный код. Перед нами появятся камеры, которые были зарегистрированы в мобильном приложении. И здесь я столкнулся с определенными недочетами. Как оказалось, на этом сайте отсутствует иконка в виде ножниц, которая позволяет просматривать и сохранять записанные видеофайлы. Скорее всего, я думаю, это зависит от модели камеры. Так как я пробовал включать эту программу на разных браузерах, и везде было одно и то же. В моем случае я могу просматривать только в прямом эфире. Все остальное, управление, иконки и настройки камеры здесь такие же, как в мобильном приложении. Поэтому на них я зацикливаться не буду, я думаю, вам и так все здесь будет понятно. Если же говорить про качество видео, то оно на самом деле здесь такое, среднее. К примеру, если сравнить с камерой под названием HiSea, на которой я делал обзор примерно месяц назад, то та камера снимала, конечно, значительно лучше. Но опять же у нее и матрица была на 3 мегапикселя, и разрешение было выше, чем в Full HD. Здесь же на моем тестировании Marvitech действительно выдает Full HD 1920 на 1080 точек при почти 12 кадрах в секунду. А при работе через интернет поток данных составляет всего 900 кбит в секунду. При этом записанное видео длиной почти 13 секунд будет занимать меньше 1,5 мегабайта. На мой взгляд, камера вполне себе годная, и я бы рекомендовал использовать в помещении до 40 квадратных метров. Ссылку на нее я оставлю внизу в описании, кому интересно, можете зайти посмотреть. А я с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok